надеюсь будет сегодня интересное слово проповедь я назвал мудрость через рассуждение мы хотим быть мудрыми правильно два голоса а остальные уже мудрые я понял вы уже мудрые да то есть как можно хотеть того чего что у тебя есть да согласен не как ами апостол иаков 1 глава 5 стих говорит если кому-то не достает мудрости пусть просит да пусть просит не сомневаясь и получит без всяких упреков и я верю что мы уже получили мудрость я верю что у нас есть эта мудрость просто нам нужно немножко разобраться что такое мудрость и как она работает потому что некоторые вы знаете что был самый мудрый царь на земле царь соломон до который просил у бога мудрости и бог дал ему мудрости мы сегодня будем чуть-чуть разбираться в притчах но некоторые мне кажется когда просят мудрости знаете потом ждут что сейчас он будет как-то сверхъестественно прокачан как в матрице знаете такой бог дай мудрости мне и потом раз такой об и просыпается все мудрый все другой человек и просыпается уже такой знаете эрудит уже доктор там каких-то там разных наук уже знает все какая река куда впадает там длину дуная все столицы мира знает сколько зубов у крокодила то есть знает все кучу ненужной информации то есть такой мудрый стал ну нет кстати вы знаете сколько зубов у крокодила если считать мои вставные то в два раза больше чем у меня вот я мудрый но не об этой мудрости сегодня мудрость через рассудительность есть дар духа святого мудрость мы также знаем да когда дух святой приходит приходит когда хочет и открывает тебе но будущее показывает тебе то что будет это дар духа святого ну а дарах духа святого поговорим на библейской школе у нас в октябре начинается библейская школа и я думаю что если тебе вот это тем вообще интересная тема вообще даже если тебе не интересно мы ждем вас на библейской школе то есть пользуясь случаем я прорекламирую да кто идет на библейскую школу в октябре мало рук мало рук друзья надо учиться а от недостатка ведения гибнет народ так вот а есть есть мудрость есть другая мудрость мудрость через рассудительность то который я сегодня хочу с вами поговорить притча 15 глава 24 стих путь жизни мудрого вверх чтобы уклониться от преисподней внизу путь жизни мудрого вверх чтобы уклониться от преисподней внизу вы знаете а в жизни есть разные уровни и в твоей жизни тоже есть разные уровни и возможно когда-то в моей жизни не возможно а в моей жизни когда-то была преисподня о чем свидетельствует и вставные зубы когда-то я был самом низу где-то там но потихоньку путь мудрых он вверх то есть вверх чтобы уклониться от преисподней внизу и я читал знаете начал читать притчи в современном переводе и я чуть-чуть знаю притчи вообще самый мудрый человек на земле соломон да написал притчи мы же знаем да и он эти притчи написал для чего для того чтобы мы с вами были мудрее чтобы ты был мудрый поэтому читай притчи старайся каждый день читать притчи чтобы быть мудрее я стараюсь каждый день читать притчи вот даже сегодня с утра этом прочитал одиннадцатую главу потому что одиннадцатое число я стараюсь как бы вот читать тем самым получается я раз в месяц полностью притчи прочитываю старайтесь читать притчи если вы будете вчитываться в притчи вы поймете а ну у соломона была цель когда он писал эти притчи он говорит сын мой я буду учить тебя мудрости начинается 1 глава и он начинает ее всячески рекламировать и когда я в современном переводе прочитал этот стих который я вам прочитал я вам сейчас прочитаю это 15 стих 24 бой 15 глава 24 стих путь жизни ведет рассудительных вверх чтобы спасти их от мира мертвых внизу то есть один и тот же стих слышите один и тот же стих то есть во всенадальном переводе путь мудрых вверх в современном переводе путь рассудительных вверх то есть слова мудрость конкретно заменено словом рассудительный то есть Это человек, который способен рассуждать, человек, который способен адекватно мыслить, который способен взвешивать, который способен рассматривать, который имеет здравость, слышите? Здравость, рассудительность от слова рассудок может трезво взглянуть и понять, какие последствия у какого поступка, и поэтому его жизнь выводит вверх. И можно сказать, что так все мы умные, да, все мы рассуждаем, все мы как бы здравые. Я вам хочу сказать честно, я пастор, и не только пастор, я и служитель, и я много общаюсь с людьми. И очень часто люди не способны просто порассуждать над своей жизнью, порассуждать над своими поступками. Семь раз отмерь, один раз отрежь, да, казалось бы, все мы знаем, там, сто раз подумай, прежде чем что-то сказать, что-то сделать. Нет, как с плеча люди, говорят, делают, пишут, то, что хотят, ну, как бы отрезают вот так, прям, не думая. И поэтому их жизнь на месте, или наоборот, куда-то непонятно ведет. Ну, друг, порассуждай, ну, порассуждай, давай порассуждаем. Я встречаюсь периодически с людьми, которые собираются уходить с реабилитационного центра. И он там прям все такой, все, я принял решение, я ухожу. Я говорю, вот смотри, давай порассуждаем. У тебя какая вообще реабилитация? Ну, сколько тебе лет, да, тебе уже под 40. Вот тебе вот сейчас, наверное, может быть вообще последний шанс привести свою жизнь в порядок, поменять мозги и начать выстраивать жизнь вверх. Ну, как бы, а ты что делаешь? Ты собираешь чемоданы, и ты идешь опять на круг. Идешь опять туда, где ты был. Давай посмотрим, проанализируем. Я уже 13 лет занимаюсь наркоманами. Я не видел такого, чтобы человек, вот как ты, ушел с претензией, и у него всю жизнь сложилась. Я вижу, он, Леха, ушел, в тюрьме отсидел. ВИЧ, ВИЧом заболел, пришел опять на реабилитацию. Я вижу, вот тот человек умер от наркотиков. Я знаю, вот этот опять приехал на реабилитацию. Или знаю, вот здесь не шипит, да. Или знаю, этот сидит в тюрьме, потому что ушел в тюрьме. Тот колется. Ну, вот как бы, почему? Давай взвешивать. Ну, как бы, ты себя переоценишь. Говорит, ну, я, в принципе, я знаю. В принципе, я понимаю, что, наверное, так и будет. Но, хочу. Вы знаете, мы верующие люди. Мы имеем силу Духа Святого. Это называется свобода. Мы можем делать не то, что мы хотим. Мы не рабы, хотелок, не рабы своих желаний. Мы управляем своей жизнью. Мы способны принимать решения, что мне делать. Я выбираю то, что мне пойдет на пользу. А не то, что, как бы, я сегодня хочу. Потому что я знаю последствия. Притча, 3 глава, 21 стих. И они будут жизнью для души твоей. А, нет, 21. Сын мой, не упускай их из глаз твоих. Храни здравомыслие и рассудительность. Кого их, да, вопрос? Все, давайте чуть-чуть отмотаем. Их это пути Божьи. 13 стих. Блажен человек, который снискал мудрость. Что значит блажен? Счастлив. Блажен это даже сверхсчастлив. Это самый счастливый человек. То есть для счастья что тебе нужно? Семья? Деньги? Авторитет? Слава? Власть? Что тебе нужно для счастья сегодня? Мудрость. А будет мудрость, будет и семья. Будут и деньги. Будет все хорошо. Потому что путь жизни мудрых, он вверх. Ну, понимаете, да? И все. От преисподней внизу ты уклоняешься. Все. У тебя, ты вверх, ты поднимаешься. Внизу там все. Внизу там войны, ссоры, распри. Внизу ад. Внизу мертвые. Ну, то есть все. Мертвичина написана в притчах. А ты уклоняешься от этого. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней. И ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Слышите? С мудростью ничто не сравнится. Долгоденствие в правой руке ее. А в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные. Слышите? Пути приятные. И все стези ее мирные. Она дерево жизни для тех, которые приобретают ее. То есть вы понимаете, что это процесс. Я приобретаю мудрость. Это не просто какая-то загрузка. Все. А ты с жизнью, с опытом. Ты приобретаешь мудрость. Господь премудростью основал землю и небеса утвердил разумом. Его премудростью развежлись бездны и облака кропят росою. И вот, сын мой, не упускай их из глаз твоих. Кого не упускай? Пути ее, пути приятные и все стези ее мирные. Сын мой, не упускай их. Вот эти вот пути из глаз твоих. Храни здравомыслие и рассудительность. Как не вот эти пути мудрости, которые ведут вот как бы вверх, которые наполняют жизнь, которые наполняют серебром, которые исполняют все, как их не потерять из вида? Ну как? Как идти этими путями? Говорит, храни рассудительность. Рассуждай. И они будут жизнью для души твоей. И украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему. И нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. То есть мудрость, она знает пути Божьи. Мудрость, она знает пути Божьи. Она понимает, какая дорожка к чему приведет. Понимаете? Просто рассуждая. И рассуждая, человек выбирает правильное решение. Слава Богу, у него есть сила духа принять правильное решение, а не то, что хочется. А не так, как эти, как реабилитанты, да, как наркоманы. Ну, как что-то великое делать. Так нет. Как бы я такой, как все. Я не буду выделяться. Я хочу жить, как все. А как тупить, так, пожалуйста. Не надо, как все. Как тупить я могу и один. Вперед все время тянет, а там шипит. Ну, ладно. И 23 стих. Тогда, нет, а 22. И они будут украшением для шеи твоей. Вы слышите, вот это рассуждение, его видно. Мудрых видно. Да, я проповедовал. Верных видно. Верующих видно. Благодарных видно. Вот, здравствуйте. Еще и мудрых видно. Они выделяются из общей категории. Люди, способные рассуждать. Способные мыслить. Ну, а что дальше? Я помню первый год нашей семейной жизни. У нас недавно было 12 лет. Помните, поздравляли меня, да? 12 лет я уже семейный человек. Я уже... Честно, я не помню себя холостым. Я не помню, как так просто можно там что-то сделать, куда-то собраться. Ну, как бы 12 лет. И раньше у нас не было столько много семейных школ, которые есть сейчас. Раньше не было такого добрачного образования, которое есть сейчас. Кстати, пользуясь случаем, прорекламирую. Скоро будет в октябре добрачный курс. И сентябрь у нас будет семейное образование на домашних группах. Если у вас нет домашней группы, пожалуйста, найдите еще время есть. Потому что в сентябре будем давать там уроки стройки. И будем, в общем, разбирать семейные темы. А вот к чему я. Первый год моей семейной жизни был такой, ну, сложный. Мы с женой много ссорились. Все как верующие, в пределах разумного. Без матов, без оскорблений. Но поскольку мне было 24 года, я из села, ну, как бы я бывший наркоман. Она москвичка. Конечно, нам было тяжело. Мы посмотрели на многое по-разному. И я вот в некоторые моменты, я помню как-то после очередного такого конфликта, я прям сижу и думаю, вот ты, короче, не права. Вот ты виновата. Пойду-ка я бахну пивка, знаете. Ну, знаете, вроде бы оправдание есть, да. Ну, она накосячила. Сейчас преподам ей урок. Что будет себя плохо вести, я буду пить. Тем самым я ее воспитаю. Некоторые так рассуждают, да. Но, ребята, это рассуждение, это рассуждение, это не мудрость. У мудрых тоже есть как бы антониум. И вот он звучит так. Но я вот помню этот момент, знаете. Я помню, я сижу в машине. И я вспоминаю, и я начинаю думать. Ну, хорошо, я сейчас поеду. А что, я ей докажу что-нибудь? Что будет с моей личной жизнью? Зная себя. Человек, который отпадал. Я понимаю, что там, ну, пивком не ограничится. Я понимаю. Это было 12 лет назад. Это было не вчера, ребята. И я понимаю, что будет залет. Я понимаю, что, а я же это, когда раньше пил, я бычку включал. Ну, я все это раньше. Я ходил всегда с фарами. Вроде бы дрался хорошо, но я все равно найду того, кто вот мне поставит. И обычно с двумя. Знаете, если одну поставили, я же не успокаивался. Я находил другого, кто поставит вторую. Ну, и вот эти вот судимости, приводы. Моя первая судимость была как раз за драки. И я понимал, что, слушай, сейчас я поеду. Сейчас я бахну. Подерусь. Войду в запой. Войду в запой. Потеряю Бога. Потеряю благодать. А может, меня еще посадят. А может, привод. А может, это. И я сел, думаю, слушай. Как-то надо же мне по-другому доказывать. Я понял, что тем самым я просто убью свою жизнь. Я убью свое призвание. Я убью как бы себя, как верующий человек. Я убью все. Одним вот этим поступком, хотя, казалось бы, я первый себя оправдал. Я порассуждал, порассуждал о последствиях. Я взвесил все. Слышите? Взвесил, что будет. Взвесил, как я буду оттуда потом выгребать. И я понял, что, слушай, выгребать оттуда очень сложно. Притча 2 глава. Вернемся чуть-чуть назад. Здесь вы прочитали, что тогда, куда не пойдешь, будешь безопасно. Ляжешь спать, не будешь бояться. То есть ты будешь понимать, что Бог с тобой. Потому что ты знаешь, что ты идешь Его путями. И вот эта вот сила идти путями Его, и знать Его пути, и знать последствия своих решений, это и есть мудрость. Это и ты тогда уже мудрый. Ты что-то понимаешь. 2 глава. Давайте с 10 стиха. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятное душе твое. Смотри, когда мудрость войдет в сердце твое. Считай, ну, 1 глава, он говорит, тебе нужна мудрость. Все, ищи мудрость. Откройся для мудрости. А потом начинает. Когда мудрость войдет в сердце твое, и ты будешь открыт для знаний, ты будешь хотеть, ну, как бы новенького, ну, как бы знаний. Тогда рассудительность будет оберегать тебя. Слышите? То есть плод мудрости, плод мудрости, рассудительность, которая тебя оберегает. Когда мудрость войдет в твое сердце, рассудительность будет тебя оберегать. Разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом. Которых пути кривы и которых блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои. Которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Вы знаете, в притчах часто Соломон говорит, поразмышляй, зачем тебе умирать не в свое время, да? Поразмышляй, порассуждай, зачем тебе не в свое время умирать? И здесь он говорит, что когда мудрость войдет в твое сердце, тогда ты начнешь рассуждать. Эти рассуждения тебя будут беречь, будут беречь и будут тебя спасать. Вы знаете, есть такой грех блуд. Знаете? А вы знаете, что пастыря не подвержены как бы этому соблазну? Их вообще как бы не касается блуд, они свободны от этого. Нет, да? А я вам хочу сказать, что наоборот. Наоборот. Это один из основных грехов, которые падают. Пастыря падают священники, падают верующие люди. То есть дьявол конкретно действует, разрушает семью. Бог создал семью, правильно? Через блуд. Здоровье. Он говорит, все, к смерти ведут. Все, дьявол разрушает через блуд. Служение, все. И он говорит, что слушай, когда будет рассудительность, рассудительность тебя спасет от вот этого вот пути. И вы знаете, бывает, честно. Даже недавно там под Воронежем одна там проститутка лезла ко мне в машину. Я просто, как бы, ничего. Она там, где же? И Святослава такой, а что мы ее не возьмем? Я говорю, не возьмем. Ну он-то не понимал, что она. А она вроде бы, а мы с сыном ехали вдвоем. Я говорю, нет, эту даму мы не возьмем. Даже если хочется. Ну понимаете, хочется. А хочется, и ты начинаешь думать. Вот давайте порассуждаем, да? Вот слышали, что верующие изменяли своим женам, да? Слышали? Бывает даже у верующих такое. Очень редко, да? Но бывает. Ну редко бывает. Верующие не изменяют. У нас в жене... Я за 12 лет даже... Молчал. Даже ни с кем не переписывался интимно. Даже не поцелу... Ну как бы вообще не приобнял ни одну сестру. И ни сестру. Никого. Полная чистота. Полная святость. Ну допустим. Я соблазнился, да? Ну вот как-то там... Что идет дальше? Во-первых, ну рассуждаем. Да? Мы же мудрые. Мудрые. Можем порассуждать. Давайте с вами порассуждаем. Ну вот соблазнился. Ну взял, подвез даму. И знаете, что происходит первое? Я понимаю. Первое, моя жена почувствует. Я понимаю, что этот грех, он станет у нас между мной и ей. Все это на духовном и на душевном уровне. Войдет в кол в отношениях. И многие многие думают, да нет, но она же не знает, что я хожу налево. А почему у нас в семье... Почему она так себя ведет? Чувствует. Есть Бог. Есть этот клин. То есть я сразу пойму, что в семье что-то... Ну все. Она поймет, что в семье что-то не так. Я почувствую, что меня Дух Святой обличает. Он же будет меня обличать, да? Все. Я чувствую, что все. Я молюсь, Бог не слышит. Я выезжаю. Там все. Гаишники права забирают. Я туда... И Бог стучит. Покайся, покайся. Все. Небо будет закрыто. Раз там что-то схватило. И это Бог говорит, покайся. Тебе надо покаяться. Смотрю, там домашка рассыпалась. Это все служение. Выхожу проповедовать. Еще не проповедуется. А Бог... Тебе надо покаяться. Ты пойдешь в ад. И я... Что делать? Иду, допустим, каюсь жене, да? А у меня есть сын. А ему 6 лет. А я своего сына... Ну, помимо того, что я очень люблю свою жену, и у меня хватало мудрости 6 лет первые, не изменять ей. Ну, так вторые. Я своего сыночка очень люблю. Он меня каждое утро будет, прибегает, на шею папочка. Ну, вставай, пошли кофе пить. Ну, у меня с сыном, ну, прям, любовь. Что делает жена? Она забирает у меня сына, выгоняет меня из дому, да? И говорит, иди, иди гуляй. Все. Как бы, ты там что-то кого-то подвез, все, иди гуляй. И я такой классный. Остаюсь без сына, без жены, без семьи. Я не могу больше вам здесь сказать, что, ребята, вы знаете, 12 лет, я как бы красавчик. А не могу. А даже если бы было, а жене не сказал, да? А я вам сказать не могу, потому что иначе это ложь. А надо будет покаяться пастору. Иду каюсь пастору. Пастор меня снимает со служения. Говорит, езжай на реабилитацию на 5 лет в Тверь. И так далее. То есть, бах, бабах, бух-бух. А вдруг я это, знаете, а я вам еще больше скажу. А я решил все пхнуть, как бык. Ну, рассуждаем, да? Все. Жене не говорю, пастору не говорю, буду вымаливать это самое прощение и так далее. Пхну. Я вот сто процентов вам даю, что эта тетка придет и покается, и будет сюда. Где бы это ни было, даже где-то там в Таиланде, в Китае, Бог приведет, Бог выведет, она покается, засвидетельствует, напишет пастору, напишет жене, потому что все тайное станет явным. Я это знаю. И вот я порассуждал, порассуждал чуть-чуть, и мне кажется, что это даже не жигуль за миллион долларов. Это гораздо тупее надо быть. Ну, понимаете, да? Чтобы так, так как бы цену, ну, как бы не знать всему, и так слить. Это каким надо быть лохотроном, чтобы вот так вот продать все за 10 минут удовольствия. Ну, ладно, там за 15, может. Ну, без разницы. Ну, это же ты, ну, понимаете? Ну, ты не порассуждал. Если ты порассуждал, ты понимаешь, оно этого не стоит. Какая бы там ни была Барби, это точно того не стоит. Понимаете? Все, вот мудрость. И благодаря этой мудрости ну, как бы ты учишься, ты рассуждаешь. Я уже вам чуть-чуть свидетельствовал, что да, что там первый год мы с женой чуть-чуть там, чуть-чуть ссорились. Но я становился все мудрее и мудрее. Последние лет 7-8, то у нас в жизни нету ссор. Слышите? Легко приезжайте, живите. Все верующие, которые, не верующие, которые жили у меня, стали верующими, видя, как мы с женой живем. Понимаете? Потому что мы не ссоримся. У нас, как бы, отношения, любовь. У нас, ну, никогда в жизни я не обозвал свою жену. Там, дверями не хлопал. Ну, и так далее. То есть, есть, как бы, лет 7-8 точно уже мы живем в идиле. Ну, вы знаете, также есть люди, которые живут 15-20 лет. Ну, как 15-20 лет закатывали скандалы, так и сегодня закатывают скандалы. Слышите? И по тем же поводам. Ну, это же не мудро, да? Ну, это же не рассуждение. Ты же, как бы порассуждай. Я понял, что иногда, знаете, мои шутки дорого обходятся. Я понимаю, я там где-то пошутил, да? Потом жена со мной не разговаривает, надо просить прощения. И я вроде бы поржал, мне было классно. По факту, это тот же жигуль за миллион долларов. Я думаю, зачем? Ну, понимаете, да? Что-то выяснять отношения. Зачем? Где-то говорить что-то. Зачем? Я уже понимаю, то есть, такой, знаете, приспособленец. И это мудрость. Ну, я уже рассуждаю, какой поступок, к чему приведет в семье. Я знаю, какое действие, какое принесет последствия. Понимаете? И поэтому у меня в семье счастье, любовь, радость, потому что мои действия правильные. Аминь? Потому что я прежде, чем что-то делать, подумал. Правильно? А как я подумал? А подумал о последствиях. И мудро решил избавить себя от этих последствий. Поэтому некоторые завидуют. О, у тебя там наверху, ты блажен, конечно, у тебя и в семье так, и так, и так, и Бог тебя благословляет, и это. Друг, я тебе расскажу, почему так. Второе Петра, первая глава. Открываем. Пока вы открываете, я вам прочитаю притчи, восьмая глава, двенадцатый стих. Я, премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Слышите? Я, премудрость, я ищу, кто рассудительного, рассудительного знания ищет премудрость. То есть, когда рассуждаешь, ты начинаешь рассуждать, начинаешь взвешивать. А, налево пойду, жену потеряю, направо пойду, деньги потеряю, назад пойду, назад пойду, пойду я вперед. Все, и пошел вперед. Порассуждал, порассуждал, и пошел вперед. И Бог ищет того, кто рассуждает, и дает ему премудрость. Ну, понимаете? Это не способность сверхъестественная до нас свыше. Это мое решение стоять. А давай-ка я подумаю, надо мне это или не надо. И вот я порассуждал, и, знаете, я решил, мне это не надо. Я не готов за это платить. Но мне это в жизни не надо. Поэтому я это приобретать не буду. И Бог дает премудрость. Слышите? И Бог это видит. Есть синоним такой, не, не синоним, антоним, ленность ума. Это грех. Слышите? Когда даже лень подумать о последствиях. Вот так вот, знаете, а будь, что будет. Хочу. А будь, что будет, чувствую. Амбиции, знаете, желания, раздражения, эмоции. Будь, что будет. Сейчас пойду и все выскажу. А потом будь, что будет. Пусть он с этим живет, и я буду с этим жить. Да я тебе расскажу, что будет потом. Я тебе давай расскажу, что потом будет, и ты потом решишь, что не надо тебе высказывать. Ну, понимаете? Я часто с этим человеку говорю, не, ну пойду я ему скажу. Я говорю, слушай, ну давай, и потом, говорит, все будет хорошо. У тебя будет все хорошо, у тебя больше что-нибудь. А потом я тебе объясню, что у тебя будет все плохо. И просто порассуждали, оказывается, да. Ладно, вернемся. Вернемся к посланию от Петра. Третья глава. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни. Все даровано. И благочестие через познание призвавшего нас славою и благостью. Через что благочестие? Через познание призвавшего. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, то вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Что-то много пришлось прочитать. Теперь по порядку. Мы все хотим иметь плод. Мы все хотим иметь успех. Правильно? В познании Господа нашего Иисуса Христа. Мы все хотим как бы вырасти духовно. Но здесь Петр четко говорит, что слушай, уже в принципе все даровано. Есть все. Но только тебе нужно взять и приложить все старание и отвернуться от растления похоти. Слышите? Приложить все старание, чтобы уйти от растлевающей похоти, от плоти, которая горит в этих похотях. Тебе нужно приложить все старание. Все, скажи, все старание. Не 50%, не 90%. Все старание для чего? Чтобы в вере явить добродетель. Слышите? Приложить все свое старание, чтобы в твоей вере была видна добродетель. Некоторые говорят, я верю в сердце, где-то в глубине души, я хороший парень и так далее. Верующего видно по делам. То, во что ты веришь, видно то, что ты делаешь. Пострижение говорит, твои дела говорят, какой ты. Ты можешь оправдывать сколько угодно, что в моем сердце и так далее. Твои дела говорят, насколько ты верующий. А конкретно, твои добрые дела. Твоя добродетель. Твоя добродетель. Слышите? Твоя добродетель в вере своей. Покажи добродетель. А некоторые, знаете, живут для себя. А добродетель, это когда я делаю добро для других. Когда я служу другим. Когда я помогаю другим. Ну, подождите, я же должен все старание приложить, чтобы в моей вере была видна добродетель. Слышите? А в добродетеле, знаете, что? Рассудительность. А давайте порассуждаем. А это доброе дело или не доброе дело? Это все в вере я вижу. Да? Покажи в вере. А давайте порассуждаем. Я как верующий человек. Какая от меня польза этому городу, социуму? Я как верующий человек. Какие добрые дела я делаю для других или я делаю добрые дела только для себя? Зарабатываю деньги, строю свою семью, карьеру. Да, я верующий. У меня, смотрите, какая карьера. Смотрите, как много денег. Аминь. У вас же много денег, надеюсь. Семья какая. Вот у меня все хорошо. Он говорит, нет, друг. Вера, ее видно по-другому. Веру видно в твоих делах. А в делах покажи рассудительность. То есть то, что ты делаешь. А может быть это злом за зло? Ну, знаете, Библия говорит, не воздавай злом за зло. А я смотрю, иногда братья воздают. А иногда хочется, правильно? Ну, давай порассуждай. Будет какая-то это... Хочется. Но я порассуждал и понял, что это будет в два раза больше зла. И я решил, не буду отвечать. Буду молчать. Порассуждал, порассуждал. Думаю, не буду писать. Порассуждал. Думаю, хорошо бы это сделать. Нашел для этого время и сделал. Хорошо бы вот здесь как бы проявить Христа. Пошел и проявил. Я рассуждаю, насколько я верующий и что доброго я делаю. Слышите? Я порассуждал, порассуждал. Хочется... Хочется тетку, да? Как назвать? Хочется налево пойти. Извините, да? Богатырь. Хочется пойти налево. Порассуждал, порассуждал. И говорит, в рассуждении покажи воздержание. Воздержание покажи. Я порассуждал, порассуждал. Это апостол Петра пишет. И воздержался. Слышите? Есть плод Духа Святого. Такой, как воздержание. Некоторые говорят, а как я без этого... Вот у меня сейчас жена уехала на 10 дней один. А как без жены 10 дней? Воздержание. Порассуждай. Есть плод Духа Святого. Воздержись. Ну, а хочется... Я загорелся, эмоции через край. Порассуждай. Воздержись. Остынь. А хочется... Сейчас я как напишу, сейчас я пост как выставлю, сейчас я со сцены в микрофон как что-то скажу. Порассуждал. Воздержись. А хочется ж, да? Поэтому в воздержании яви терпение. Пишет апостол Петр. Воздержался? Терпи. Терпишь? Молодец. Ты не останешься без плода. Ну, ты же все старание. И ты же удаляешься тем самым от похоти в мире. Понимаешь? То есть есть обетования, к которым ты придешь. Есть похоть, от которой ты отдаляешься. Есть успех и познание Иисуса Христа, к которому ты идешь. Говорят, да я духовно не расту в этой церкви, пойду я в другую. Да ты и в другой расти не будешь, потому что это не от церкви, зависит от тебя. Ты можешь в любой церкви как бы не воздерживаться и не терпеть. Ты можешь в любой церкви как бы не проявлять делами свою веру. В любой церкви. Слышишь? Это не от церкви. Конечно, ну знание, да, может быть какая-то. Может быть там служение. Но это и есть добродетель. Ты можешь служить, даже если в церкви никто не служит. Это же твое решение. Правильно? Будешь служить, будешь расти. Будешь поднимать других людей, Бог будет тебя поднимать. Но не я, как бы, духовно взращу вас. Вас взращивает духовно Бог, видя ваше стремление к успеху познания Иисуса Христа. Я являю терпение. Говорит, в терпении покажи благочестие. Иногда, знаете, смотрят, какой брат благочестивый. Вот Бог, дай мне благочестие. Хочу тоже быть таким благочестивым, благородным. Да все просто. Добродетель в вере. Потом, в добродетели рассудительность. Порассуждай, какие дела ведут тебя к добру, а какие дела не ведут к добру. Ну, понял? Я рассуждаю. Все. К реакции. Какая вызовет реакция? Какой-то... Порассуждал, порассуждал. Все. Воздержался. Воздерживаться тяжело, терплю. И тут я уж такой благочестивый. А вы знаете что? А в благочестии братолюбие. И потом уже любишь, братьев! Все. И ты уже приходишь к любовь к братьям. А то, знаете, что-то я братьев не люблю. Тот косой, тот рябой, тот обманный, тот кидает, тот жадный, тот петь не может и так далее. Не могу я их любить. Вот если бы они как ангелы были с такими крыльями допорхали над сценой, как бы такие прям как с иголочки были бы, тогда бы я их любил. Нет. Это не от братьев зависит. Слышишь? Вопрос в тебе. Ты порассуждай, ты себя обрежь, ты воздержись от некоторых дел, начни терпеть. Примерь костюмчик благочестия. И уже смотришь, отсюда выходит, уже всех любишь. Прям всех любишь, все такие родные. Братик ты мой, братцы мои, давайте помолимся. Ну, бывает. Бывает. Вы знаете, отсюда вот я заметил, что вот действительно люди, которые успешны в Боге, вот успешны в познании Иисуса Христа, вот они не спешат высказать свое мнение, не спешат кого-то осудить, не спешат дать какую-то эмоцию. Они вот как в стороне, знаете, вот как думают. Там внизу все уже и то тебе и так далее, и так далее. А здесь как бы люди уже являют тебе братолюбие. Почему? Потому что уже есть какой-то успех и познание. Нет. Потому что есть успех и познание, потому что человек явил долготерпение, явил терпение, явил благочестие, и поэтому он уже познает Иисуса Христа, уже Бог ему открывается. Говорит, а в братолюбии уже любовь. Как тебе начать любить людей? Как тебе начать любить Бога? Говорит, приложи все старания, все, развернись от похоти, развернись от своих желаний, от своих хотений и начни просто служить, начни давать добро. Давайте, порассуждай над этим в своей жизни, так ты живешь или не так ты живешь. А не хочется, да? А хочется, воздержись от того, чего хочется. Прояви терпение, терпение благочестие, благочестие, братолюбие, любовь, и ты не останешься без успеха и плода. Слышите? В познании Господа Иисуса Христа. А это что значит? Ты мудрый, ты наверх пошел, ты рассуждаешь над своей жизнью, рассуждаешь над своими словами и над своими действиями. Поэтому я назвал свою проповедь «Мудрость через рассудительность». И люди уже будут смотреть и думать, слушай, как так? Будут ходить к тебе советоваться. И вы знаете, ты не будешь там сверхъестественно получать какие-то, ты будешь просто уже жизнью понимать, какой путь куда ведет. Просто рассуждая, волю Божью будешь знать, будешь понимать, опыт у тебя будет, история, ты будешь знать, кто куда пришел. Ты знаешь, пастора, пастори, не молчат, я не молчу, мы же рассказываем все секреты. Вот выворачиваемся наизнанку. И я смотрю тоже у людей, у которых учусь, они же все раскрывают. Ну, понимаете, да? Ну, нет там никаких обрядов колдовских. Ну, нет такого, что чих-пых там, ну, я не знаю, я в этом деле не мастак. Ну, все приходится как бы вот пахота. Надо пахать умом и отсюда являть своей жизнью. Давайте встанем, помолимся. Если у кого из вас не достает мудрости, да, воздайте славу Богу. Допросит у Бога, дающего всем просто без упреков. Я, премудрость, опитаюсь с разумом, ищу рассудительного знания. Давайте примем решение рассуждать. Давайте примем решение быть благочестивым. Примем решение являть Бога, чтобы люди видели наши добрые дела. Дорогой Бог, я благословляю церковь. Я благодарю тебя за это время. Прости, если ленились думать, если не мыслили, не взвешивали последствия. Прости, Господь. Мы принимаем решение рассуждать о твоих путях, о твоих заповедях, о твоем видении, Господь. Помоги нам быть верными в нашем решении. Помоги нам приближаться к тебе. Помоги нам построить свою жизнь над добродетелем. Помоги нам в добродетели, Господь. я ведь рассудительность, в рассудительности, в воздержании, в воздержании и терпении, в терпении и благочестии, в благочестии, в братолюбии, в братолюбии и любовь. Пусть плод познания тебя будет на этой церкви. Пусть плод познания тебя будет у каждого из нас во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, дорогой Бог. Слава тебе. Давайте воздадим славу Богу. Аллилуйя. Слава тебе, Бог. У нас еще много интересного.